Мы дышим Мы вовсе не те, не бессмолвные, Мы ветер и крик журавлей, Погибшие в небе за Родине Становятся небом на дне. У меня воевала бабушка, была во 2-й гвардейской действующей армии. По линии моего отца, Власов Алексея Петровича, Власов Алексей Матвеевич, 25-го года рождения, это родной брат моей бабушки, был призван в январе 1943 года защищать территорию нашей Родины. Мама говорила, я так узнала, в 41-м ушел-то. А сколько он был лет? 32, говорит, было, 32 годика. Никита Степанович, Самотаев Никита Степанович. Мичуринский район, село Старое Торбеево. Проезжая по селу, трудно не заметить мемориал памяти и скорби по землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Из 1179 человек, ушедших на фронт, не вернулись больше половины. Среди них жители сел Старое Торбеево, Малое Лаврово, Большое Лаврово-Липовка. Раиса Никитишна в череде однофамильцев без труда находит родную фамилию. Самотаев Никита Степанович, ее отец. Вот сейчас я буду плакать. Было очень трудно. Очень. Мне еще вот как было трудно, обидно. У моих подруг отцы пришли. А я была, у нас вот было 4 подруги, я была одна без отцов с них. Они с отцами-то им полегшие. А мы-то какие дрова, мы с кланей с сестрой. Мама, сходите, а у нас посадка была вот недалеко. Сходите хоть по разочке тут подруги, бегайте, дровишко-то принесите. Принеси, а мне всем, а кто же там будет. Переколим, чтобы маму-то порадовать. На долю Раисы Никитишны и ее сестры выпало суровое военное детство, а также до слез обидное, безотцовщина. Ее папа, глава семьи, Никита Степанович Самотаев ушел на фронт в июне 41-го. Ему было 32 года. Дома остались ждать жена и две дочки. Через два месяца, в августе, мама Раисы Никитишны получила извещение. Ее муж пропал без вести под Старой Руссой. И больше ничего. До весны этого года он числился без вести пропавшим. Не было известно нигде его могила, ни при каких обстоятельствах он пропал. Присылали. Это вот я помню, она прям прислали, она кричала, кричала, кричала. И как-то вот прям сразу ей прислали. Вот в этом, наверное, вот в 41-м году прямо. А был у ней свекор живой. Свекор не бросал маму. Ну, конечно же, он был старый. И нас не бросал, вот с кланей-то. Бывал, придем к нему, он нам то печенье даст, то картофель к нам напекеть, даст нам картофель к печеным. Их не бросали нас. Ну, а маме трудно было. Ну, вот и теперь, детство, война. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Подполковник Юрий Власов идет на занятия в научную роту. Этих солдат называют спецназом 21-го века. Они не кидают ножи, не стреляют из двух рук и не разбивают кирпичи о голову. Но, как и их героические предки, стоят на защите своей родины. Призваны создавать новую технику, которая поможет поддержать обороноспособность страны. Выбрать профессию военного было делом чести и для Юрия Власова. Отец – офицер запаса. Дедушка – Власов Алексей Матвеевич. Участник Великой Отечественной войны. Весной 1945 года, когда наши войска наступали по территории Европы, в мае 1945, а именно 9-го числа, о чем было написано письмо по запросу, когда начали выискать его товарищем Владиславом, его повозка подорвалась на мине, он получил тяжелое ранение, и в результате чего 9 мая 1945 года, не зная о том, что закончилась война, он умер. Не узнает сержант Алексей Матвеевич и о том, что сгорит дом его сестры, и все фотографии с его изображением полностью уничтожат огонь. Что через 9 лет после окончания войны в честь него Алексеем назовут папу Юрия Власова, а 9 мая 1976-го в день гибели деда родится герой нашей программы. И потом тоже станет офицером, но и на этом своеобразная преемственность поколений в семье Власовых не закончится. Уже три года как внук с головой погрузился в события Великой Отечественной. Вместе с единомышленниками он восстанавливает военную форму, реставрирует транспорт и оружие. А на День Победы вместе с семьей принимают участие в акции «Бессмертный полк». Рядовой солдат Власов каждое 9 мая снова встает в один строй с погибшими в годы Великой Отечественной. Только вместо его фотографии внук в военной форме. В этом году тамбовчане помогали организовать шествие «Бессмертного полка» в десятки зарубежных городов. Австралия и Канада, Франция и Германия, Индонезия и Черногория, Швейцария и Македония. В руках фотографии тех, кто отдал собственные жизни ради мирного неба над головой. Тех, чей подвиг навсегда останется в истории и в наших сердцах. Акция «Бессмертный полк» объединила весь мир как доказательство того, что это общая победа, ради которой наши отцы, деды, прадеды, матери, бабушки и прабабушки отдали свою жизнь. Никто не забыт и ничто не забыто. Эта мысль из года в год 9 мая помогает сплотить сотни тысяч людей во всем мире. Конечно, да. «Бессмертный полк» это замечательная совершенно идея, но и она такая оглушительная, что она за эффект. Я сам участвую это такое возвышение, как будто вот это чувство, что мы вместе. Вот мы вместе, вот так вот, и все как здорово, так сказать, да. Это, конечно, да. Но опять же, я вам гарантирую, если это не подкрепляет восстановление образования, это умрет как увлечение. Это умрет. Это умрет, вот я не знаю, пик ли был в этом, в прошлом году, может быть, может быть, мне кажется, уже в этом, вот же в наступившем году уже не будет так, как в прошлом. Это мой дед, дед, а это мой прадед. Вы их с собой возьмете в Германию? Да, ну, в нашем формате. Эта табличка останется в том, вовсе не пойдет моя дочь. Елена Мищенко, проректор по международной деятельности технического университета, с гордостью пересматривает фотографии своих фронтовиков. Два деда и прадед все прошли испытания Великой Отечественной войны. И, к счастью, для семьи Елены вернулись домой живыми. Но не только в семье Мищенко чтят память ветеранов. В техническом вузе, где она работает, помимо подготовки профильных специалистов, воспитывают у студентов и уважение к истории своей страны. Мне посчастливилось. Вот эти три человека, с которыми я прошла, с которыми я прошла в прошлом году уже, и которые со мной поедут в Германию, я с ними знакома. Я с ними проводила моменты, я с ними проживала свою жизнь. Так сложилось, что мой прадедушка, Ермаков Пантелеймон Алексеевич, прошел всю войну, закончил ее в Берлине. Затем вернулся в Тамбов и продолжил свою работу и еще читал мне сказки, будучи уже достаточно стареньким, но очень добрым и отзывчивым человеком. С фотографией своих троих фронтовиков Елена Мищенко в прошлом году уже прошла в Бессмертном полку. В этом году планы стали грандиознее. Она возглавила делегацию от Технического университета, которая прошла праздничным шествием в городе Вайден в Германии. Последняя рабочая встреча со студентами и преподавателями вуза. Всего 23 человека. Георгиевские ленточки, флаги Тамбовской области и атрибутика учебного заведения. Но самое главное – портреты тамбовчан, участников Великой Отечественной войны. В их числе и первый ректор Технического университета Федор Семенович Полянский. 9 мая 2017 года. Тамбов. В этом году акция «Бессмертный полк» стала одной из самых масштабных за три года существования. Свыше 35 тысяч человек в этот день вышли с фотографиями своих фронтовиков. Количество участников увеличилось в десятки раз по отношению с первым годом акции. Тогда в «Бессмертном полку» прошли только 4 тысячи тамбовчан. Но желающих принять участие в этой «Бессмертной акции» становится больше. Многие пришли впервые, как Елена Щербинина. Она несет портрет своей героической бабушки. К этому событию семья Елены готовилась три года. Тамару Алексеевну Иванову, бабушку Елены, война настигла, когда она пошла подавать заявление в ЗАГС. Они так и не поженились. Ее жених пошел добровольцем на фронт, а для 20-летней Тамары Ивановой летопись военных лет началась в 1942 году в должности машинистки при штабе 2-й гвардейской армии. Медаль у нее за оборону Сталинграда. И была ситуация, это уже было в Белоруссии, когда она рассекретила двух языков. Две девушки, в принципе, ничем не отличались от нас, но в какой-то ситуации она подошла к одной и говорит, какая у тебя, говорит, шикарная коса, русая, длинная коса. Она подняла, а под ней черные волосы. Рассказывала очень интересно, как шла с донесением и шла через минное поле. Шла через минное поле, она говорит, как я прошла? Я, говорит, даже не представляю, потому что там, когда встретили ее, говорили, что сильно заминирована. Ну, наверное, просто везение. Внучка признается, Тамара Алексеевна была очень смелой не только в годы войны, но и в мирное время. В 2008 году бабушке ветерана не стало. Семья бережно хранит ее фотографии и медали, и по-прежнему гордится своей отважной бабушкой Тамарой. Знала папаню, царствие ему небесное, и за маму мою, за мать федорную, тоже ей царствие небесное. Сегодня в гостях у Раисы Никитичной практически вся семья. За чаем вспоминают тех, кого сегодня уже нет. После полученной телеграммы о том, что муж Никиты Степанович Самотаев пропал без вести под старой русой, мама Раисы Никитичны больше не вышла замуж. В 26 лет она осталась вдовой с двумя детьми на руках. Часто вспоминала его, признается Раиса Никитична. Помнит, когда папа ушел на фронт, в первую же ночь сбежал с призывного пункта. Чтобы его семья не голодала, нужно было перепахать огород. И утром вернулся обратно. Больше его в семье никто не видел. Я даже его не помню. Вот кажется мне, может, мама рассказывала, мне вот втюшился. Я вот в склане, когда с сестрой, я ее звала Ляля, говорю, Ляля, я помню, папа, сиди, ты что-то помнишь. Я вот помню, он оладушки трес, а мама пяском посыпала. Ну вот, может, мама так нам рассказывала, а мне вот так втюшился. Ну, два года, лишь я его помнила. Она говорит, мне вот пять лет, как-то так вот, как через сит чисто. Ах, все равно вот я не помню. Этой весной история гибели главы семьи Самотаевых Никиты Степановича стала известна. Лагерь для военнопленных Берген-Бельзен. Как гром среди ясного неба прозвучало в телефонном разговоре. Именно здесь, спустя 76 лет, нашли последние сведения о рядовом Самотаеве, школьнике из поискового отряда «Надежда». В рамках акции мы пишем ваши имена. Никита Степанович Самотаев попал в плен в августе 41-го и умер в концлагере Берген-Бельзен в декабре того же года. Звони мне, Лена. Я прям так беру. Алло. Тетя Рай, ты дом, дом, как здорово? Лена, ничего, вот сижу. Тетя Рай, вот у тебя папа, с какого он был года? А я говорю, ой, Лена, а я и не знаю. Не то с 11-го, не то с 9-го. Я говорю, по-моему, с 9-го. Я говорю, а зачем он тебе нужен-то? Вот она мне как сказала, и все, она меня убила. Говорит, нашли отца, он был в плену. Вот как она мне сказала, он был в плену. Она мне сдавила всю сердцу. Ой, я кричала неделю целую. Говорит, господи, ну зачем это? Ну пусть его обнашли, не надо мне сообщать. Вот очень мне было трудно. По совести признаюсь, даже со мной упал я серьезно, честно. Я кричала, и кричала, как вспомни, папа не был в плену. Такой красавец, какой молодой. Над ним там теперь издевались. И на войне трудно, слух нет, трудно в войне. Но им трудно. Там теперь ни есть, ни пить. Землю, где был захоронен папа Райса Никитишны, Никита Степанович Самотаев, передали семье школьники из поискового отряда «Надежда», после чего внуки и правнуки установили памятник своему предку. Спустя 76 лет он обрел покой вместе со своей женой. Продолжение следует...